Всем привет мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Хочу в этом видео показать, как можно делать тягучую и очень густую карамель. А также хочу с вами поделиться способом, как можно восстановить карамель при помощи обыкновенного ручного миксера, даже если под рукой нет блендера. Вариант этой карамели без масла, именно поэтому риск отсечения карамели очень велик. По этой же причине я и покажу, как можно восстановить карамель при помощи обыкновенного ручного миксера. В сотейник с сахаром всыпаю соль, вливаю воду и включаю огонь на самый высокий уровень. Одновременно в сотейник вливаю сливки, ставлю на средний огонь и постоянно помешиваю. Если сливки начинают кипеть, убавьте огонь ниже среднего. Сироп приобрел янтарный цвет, какой и нужен для карамели. В порционно вливаю сливки горячий, кипящий сироп, при этом постоянно помешиваю деревянной ложкой. Многие вливают сразу сливки, но я в этом случае вливаю порционно, по той простой причине, если я волью сразу сливки, то сироп просто выкипит у меня из сотейника. Вы также ориентируйтесь по высоте вашей тары. Карамельный сироп готов, но вот обратите внимание, что он у меня отсечённый, это всё связано с тем, что я использовал только сливки без масла. Очень часто сливки просто сворачиваются в карамельном сиропе. Карамельный сироп остудил до тёплого состояния и начинаю взбивать миксером на низких оборотах. По мере того, как карамельный сироп светлеет, прибавляю скорость миксера до средних оборотов. Ну вот, обратите внимание, какая восстановленная карамель в итоге получилась. Она у меня постояла 2 часа при комнатной температуре. На поверхности образовавшийся остаток, это пузыри, которые получились во время взбивания миксером. Когда вы восстанавливаете карамель блендером, такого не получается. У миксера единственный минус, это наличие пузырей в самой карамели. В остальном же карамель очень красивая, глянцевая, она полностью готова к работе, она невероятно вкусная и густая. Если карамель убрать в холодильник, она ещё больше загустеет, то есть, она будет настолько густая, что её очень будет трудно снимать с чашки. Поэтому, обязательно перекладывайте карамель в банку, пока она ещё жидкая. Спасибо, все мои дорогие, за ваши лайки, за вашу подписку. Тем самым, вы поддерживаете мой канал.